Делюсь сегодня фишкой ВКонтакте, лайфхаком, как редактировать свое описание поста, когда уже это невозможно сделать, когда прошло 24 часа. Вот если мы возьмем пост, например, даже старый мой, здесь его уже нельзя видеть и нет возможности редактировать. Далее, если мы возьмем пост более свежий, вот вчерашний, да, еще не прошло суток, здесь вот есть возможность редактировать. Так вот, многие не знают этой фишки, может быть это бах ВКонтакте, но он не настолько, скажу сразу, эффективен, но его в принципе, ну, можно использовать. Сейчас объясню почему. Смотрите, как нам средактировать пост, который уже, например, старый, например, вот этот вот пост старый, что мы можем сделать. Для этого нам нужно просто нажать на картинку в посте и, соответственно, вот здесь мы сможем вот так нажать и добавить описание или изменить. Но, обратите внимание, что в данном поле не длинный пост полностью нельзя добавить и редактировать. То есть, изначально у нас длинный пост, вот как видите, у меня делаю, видите, все делаю чист и все. А если взять реальный пост, то это примерно вот, видите, чисто на удаленке вот столько еще не уместилось. То есть, есть ограничения. Да, вы скажете, а может быть я хочу изменить пост здесь, чтобы вы увидели у нас получается в ленте. Такой, увы, возможности нет. Но, сейчас я вам объясню, почему данный способ, нажимая даже вот сюда, и меня информацию здесь эффективен тоже. Итак, друзья, с вами на связи Фокин Евгений. Тот, кто меня знает, я интернет-предприниматель и немножко ютубер. Добавляйтесь ко мне, друзья, ВКонтакте. Будем общаться, будем дружить. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал. Итак, смотрите. Я, например, когда захожу сюда, я пишу сразу посты правильно. То есть, если же возникла необходимость его изменить, именно чтобы он изменился в ленте, то это нужно делать сразу же. Но, есть такая вещь, что большинство людей, в том числе и я, я захожу сюда, в раздел фотографий. И я начинаю смотреть, что у человека здесь есть интересного, посмотреть вообще о нем. И, соответственно, я могу кликнуть и посмотреть любой, например, какой-нибудь пост вот сюда. И здесь, видите, сразу же высвечивается описание. То есть, вот это описание мы можем, видите, изменить. И сюда мы его можем добавить. Поэтому я рекомендую всем обязательно, во-первых, вот вы сделали пост, вот мой свежий пост. Я рекомендую сюда, вот, я сюда еще не добавляю описание, добавить описание. То есть, когда мы делаем пост, не всегда, вот мы сделали пост, да. Вот, длинный, не всегда это описание поста у нас вот сюда падает. Соответственно, я сейчас скопирую это все дело и данный пост, данную информацию о посте скопирую и вставлю вот сюда. Опять говорю, здесь есть ограничение. Сейчас посмотрим весь он. Да, здесь вот он уместился весь. Все, я нажимаю и все. Бывает человек, когда смотрит пост, он хочет разглядеть фотографию. Он нажимает на фотографию и сразу же здесь, видите, очень удобно ему кидается в глаза описание. Он может описание прочитать здесь и оставить комментарий именно здесь. Поэтому мы убиваем здесь двух зайцев. Поэтому обязательно мы делаем пост здесь. Описание обязательно нажимаем на фотографию и дублируем сюда. И тем самым мы убиваем двух зайцев. Дальше, если мы уже здесь сделали пост и прошло 24 часа, то, увы, мы можем его подредактировать, только нажав на фотографию и изменив его только вот здесь. Эта фишка тоже очень классная и она рабочая. Объясняю, почему. Так, смотрите, почему данное описание очень важно. Например, я вот уже на своем аккаунте показывал, теперь покажу на аккаунте колеи. Заходим. Я вот захожу, допустим, полистал, полистал, ну, чуть-чуть ленту, да, долго мне влом листать. Я бы сейчас захожу сразу же фотографии. Вот, зашел в фотографии и прикинул, что здесь есть, что. Мне, допустим, может быть, вот эта фотография понравилась, я, например, вот нажимаю. А здесь описания нету, то есть человек уже здесь проигрывает. А мне, может быть, хотел понять, о чем эта фотка, о чем это снимок. Например, так, захожу вот здесь. Вот здесь, видите, уже есть здесь описание. Поэтому я рекомендую обязательно делать там описание. И его, если нужно, можно изменить только там. Допустим, заходим в новости. Вот у нас есть актуальные фотографии, например. Вот, видите, я начинаю листать фотографии. Здесь вот есть описание. Я начинаю дальше листать. Вот, видишь, вот у нее здесь нет описания. То есть, это уже плохо. Дальше я вот так вот просто фотографии пролистываю. Вот, смотрю, здесь вот уже есть описание. То есть, это очень удобно. Поэтому я здесь тоже рекомендую делать описание. Соответственно, описание, еще раз напомню, изменить можно только вот здесь. И рекомендую его здесь тоже менять, потому что люди здесь тоже смотрят. тоже в приличном количестве, не в меньшей степени, чем вот здесь. Потому что лента вниз умирает. Она со временем, люди вниз не мотают. А вот в фотографиях они могут посмотреть. И здесь нужное описание обязательно может сыграть важную роль. То есть, вот такой лайфхак есть, такой бах, есть ВКонтакте. Соответственно, если у вас где-то описание нет, или вы его не смогли поменять, то, соответственно, меняйте. Ну, а с вами на связи был Фокин Евгений. Подписывайтесь на мой канал, ставьте данному видео лайк и делитесь с друзьями данным контентом. Ну, можете написать в комментариях, как вам такая фишка ВКонтакте, работает ли такая тема у вас. Все, всем пока. С вами на связи был Фокин Евгений. Добавляйтесь ко мне в друзья.